Заставь их работать. Именно с таким лозунгом действовали жители дома номер 57 по проспекту Маршала Жукова, пойдя на крайние меры, чтобы вернуть свет в свои квартиры. Дело в том, что в их доме не было электричества более шести дней. Все звонки в Южный РЭС, по словам одесситов, игнорировались. В холоде и темноте провели прошлые шесть дней жители этого дома. Все звонки с просьбами о помощи в Южный РЭС не увенчались успехом. В последнее время в районе такое происходит регулярно. Здесь уже с неделю нет света. Люди обращались неоднократно. В двух словах сказать, Южный РЭС не реагирует. В квартирах холодно и нет света. Не включить даже электрообогреватели. А ведь в доме много пожилых людей и семей с маленькими детьми. Жизнь в таких условиях из-за медлительности энергетиков становится поистине спартанской. Ребенок маленький, год и четыре месяца. За что мы платим деньги? Никто не приходит, звоним. Жена звонит постоянно, ну от пятницы звонит. Заявочку приняли, заявочку приняли. Даже взрослые, крепкие физические люди говорят, что протянуть в холодных домах без электричества крайне сложно. Воду приходится греть на газовых плитах. Не помыться, не побриться, не покупаться вообще. Что это такое вообще? Где наше градоначальство вообще? Что, кого мы выбирали вообще? Люди уже до такой степени дошли, что нет, все выдержали. Спустя неделю, по словам жителей, ремонтная бригада все же приехала. Работать они явно не собирались. Простояв часик-другой на аварийной точке, бригада как ни в чем не бывало, собралась уехать. Жители дома буквально заставили их остаться. Перегородили выезд из двора своими автомобилями. Один выход остался – это перекрытие движений, дожидаться одна-вторая аварийная. Сказали, когда сделают? Толком нет. Под пристальным наблюдением граждан рабочей бригаде все же пришлось исполнять свои прямые обязанности. Один из рабочих рассказал, что халатное отношение исходит от начальства, которое просто не отправляет бригады на место аварии. Они пускают. Вот и получается то, что получается. И эти сидят без света, и те сидят без света. И все довольны, и все смеются. Однако раз при южном рейсе не должны касаться обычных одесситов. Ведь они оплачивают и без того немалые тарифы, и бесспорно имеют право на свет в своих квартирах. А выходит так, что каждый дом вынужден бороться с частной компанией, которая деньги за электричество берет, но совсем не торопится дать свет во все дома. Денис Соколов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».